приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете мой муж завершил неприемлемый для меня поступок он не пустил меня на похороны своей мамы так как я с его родными не общался они меня мягко сказать не любили после похорон почти месяц проводил время только со своими родными даже не звонил почти когда пришло время возвращаться на службу он военный вспомнил что у него есть жена и дочь семи лет я решил от него уехать собрала вещи но между того чтобы попросить прощения он давит на жалость просит остаться чтобы сохранить семью манипулировать ребенком винить меня что разрушает семью вопрос почему ты так поступил со мной говорить что я сама виновата не общалась с его мамой и у него сейчас сразу так много времени появилось на нас я хочу уйти от него меня после этого случая стало все в нем раздражать но не могу решиться мне его жалко он недавно еще тяжело болел но на мой взгляд вот как вот это по крайней мере выглядит да ну вот как это выглядит я имею ввиду с моей точки зрения как это ну вообще можно интерпретировать я бы сказал что выглядит это таким образом что вы вы боитесь уйти от него вот так это выглядит честно говоря да как бы то есть это вот выглядит таким образом что ну вот что именно вы просто боитесь думаете а боитесь вы боитесь уйти и не знаете особенно что вам как бы делать дальше не знаете как вам вот в этой ситуации поступать вот и так далее вот так это честно говоря честно говоря это больше выглядит поэтому если у вас есть страхи или если у вас есть чувство например вины перед перед ну допустим перед мужем или перед дочерью то стоило бы поработать об этом стоило бы поработать в этом направлении по крайней мере да ну вот так вот просто если мы об этом чисто говорим в данном случае дальше я вот могу показаться наверное наверное вот в какой-то степени циничным вот ни в коем случае не хочу как то вот задеть ваши чувства но ну вот хотелось бы конечно чтобы вы прояснили по возможности этот момент а именно зачем вам для чего бы вам идти на похороны человека с которым вы не общались да с которым у вас были плохие отношения чем для вас этот поступок ну вот вот такой неприемлемый вот в той точке времени да вот что ну что муж вот сделал что-то вот такое плохое ужасное вот я ни в коем случае не говорю о том что он там поступил правильно вот вот просто вам бы вот для себя как мне кажется вот вам бы как-то этот момент ну немножко прояснить вот то есть чем конкретно что вас задело в этом например да то есть вот для меня например это 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 выглядит примерно так что вы перед его мамой чувствовали как какую-то вину вот хотели значит вот как-то вот ее искупить да ну вот хотели сделать это на похоронах у вас не получилось потому что муж ваш вас не не пустился как можно пустить на похороны вас тоже ну непонятно ну вот и соответственно теперь эта возможность для вас закрыта вы еще чувствуете перед ней свою вину и вот эта злость которая на его маму у вас была из-за которой вы себя вините теперь перенаправляется на вашего мужа в виде раздражения вы сказали что вот все все у вас стало вот раздражать как бы вот то есть ну я бы я бы вот честно говоря об этом подумал я бы вот честно говоря об этом задумал ну задумал чтобы в первую очередь ну вот потому что это очень как мне кажется такой важный момент еще один важный момент заключается в том что хоть ситуация и серьезная да но понимаете вы как будто бы здесь не видите личный вот личный прав личный прав вашего мужа но я не в том смысле наверное говорю сейчас что что вы не знаю что вы бессердечно да что вы не думаете ни о ком кроме кроме себя и так далее нет я не в этом не об этом говорю я говорю о том что вот судя потому что вы как будто бы вот не замечаете проблемы травмы вашего мужа здесь умер его собственно самый ну один из самых близких людей вот а я думаю что у вас есть некоторые может быть проблемы у вас может быть есть некоторые трудности может быть у вас еще до того как его мама умерла и до того как он совершил этот поступок неприемлемый для вас как вы сказали может быть до этого у вас уже были может быть какие-то трудности какие-то проблемы в отношениях да вот ну в частности например вот то что вам его жаль ну это на мой взгляд это всегда чреваться вот тем что вы относитесь к нему как вот к ребенку то есть это то о чем мой коллега вот который еще выгодит Леонидович как раз таки говорит вот и если это если это так если это ну вот если это действительно так то это очень серьезный повод для того чтобы вам работать над отношениями с своим мужем вот это очень серьезный повод для того чтобы вам пересмотреть то как вы в целом себя ведете там ну с мужем может быть да как вы себя значит позиционируете так скажем в данном случае вот то есть это ну такой вот достаточно важный как мне кажется фонамент на который вам нужно обратить внимание свое а вы сейчас в общем-то просто фиксируйтесь как бы ну вот на том что вам его жаль вот то есть ну вы фиксируетесь на том что вам его жаль вот вы можете испытывать жалость на здоровье и испытываете к нему жалость никаких проблем нет с этим вот вот ну но почему вас это почему вас это жалость ну вот как будто бы останавливает от совершения своих ну от совершения действий своих интересов вот что интересно ну в данном случае конкретно вот то есть как-то вот ну поверить например в то что это случайно да поверить в то что ну что вот так происходит по ну по сочинению обстоятельств ну сложно например ну вот я бы сказал что невозможно практически это сделать вот понимаете а еще на что еще хотел бы обратить все ваше внимание на то что вот вы как будто бы себя сливаете с дочерью то есть вот вы говорите да ну в контексте того что вот у него там ну внезапно вот как вы сказали да внезапно у него появилось там время на нас как вы вот ну как вы говорите вот на кого на вас на бабах то есть 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 если есть ваш ребенок отношения нет к вам одно но к ребенку отношение другое это нормально если вы не разделяете эти два аспекта если вы не разграничиваете эти два аспекта где вы а где ребенок ну естественно я в данном случае что ваш муж он что делает он получается обобщает потому что между вами как да ну между вами и дочерью для него это никакой вы и дочь для него одно целое а это это не так потому что есть вы есть дочь отношения к вам разные вам себя нужно спросить а я себя с дочерью не слишком ли тесно не слишком ли как-то вот не слишком ли как-то вот я с ней сливаюсь да то есть позволяет ли я там ей быть собой вот ну со мной например вот это такая вот такой аспект себе себя можно в принципе спросить вот тоже такой важный достаточно момент вот можете спросить себя вот позволяю ли я себе да быть собой или я там все время думаю там не знаю о маме все время думаю о маме его там о родителях там еще о ком-то еще о ком-то еще о ком-то то есть вот ну вот так вот со мной не происходит ли нет ли такого что вот ну довольно большая часть моей энергии да вот тратится как-то вот на ну на других людей вот то есть мне кажется что вот что-то такое вам ну может быть знакомо вот я не знаю насколько я не знаю насколько вот не буду делать вот каких-то предположений но довольно серьезно это бросается в глаза как мне кажется опять же как мне кажется поймите правильно вот никаких в данном случае вот предположений да я делать не хочу потому что ну в принципе ну в принципе можно ошибиться вот мне бы мне ошибаться не хочется не хочется фу ну и чувство тревоги вот чувство страха вот что у вас вполне может быть тоже очень важно рассмотреть вот потому как это если это есть да то очень вот сильно может может на вас влиять вот ну сильно достаточно может на вас это влиять оказывается там давление и так далее вот делать этого соответственно ну то есть точнее допускать допускать это допускать это допускать это на мой взгляд ну вариант далеко не не лучше вот поэтому здесь вот в какой-то степени встает вопрос еще еще о том например как вы вот ну заботитесь ли вы о себе да это тоже такой важный момент как мне кажется вот понимаете да то есть вот именно нюансов именно нюансов именно нюансов как мне кажется в этой в этой ситуации ну хватает нужно решить что будете делать с ними как бы вот ну с этими нюансами вот как будете действовать вот как будете поступать вот это важно на мой взгляд а пока что вы находитесь вот в позиции жертвы ну вот потому что вы ждете от своего мужа эм каких-то действий вот вы ждете от своего мужа эм эм ну что он будет эм как-то вот себя вести да что он будет там эм эм что он будет что-то делать вот эм эм так соответственно эм не делает ничего и человек остается эм верным да человек остается верным эм получается своей позиции вот хорошо это или плохо сейчас мы об этом не говорим там ну не так важно как мне как мне ну как мне как мне кажется ну вот не так это важно сейчас а вот и и как бы все и вы вот находитесь вот эм в таком эм как бы ну в такой вот зависимой получается эм эм позиция вот которая ну вам к сожалению как бы ничего кроме негатива не дает потому что аааа потому что вы ничего не контролируете здесь вот потому что как бы от вас ничего не зависит зависит только вот от эм ну все от мужа зависит ну вот он же эм не вспомнил про вас эм не только потому что там у него были какие-то дела или он или он вас не ценит и так далее не вспомнил о вас еще и потому что вы о себе не заявляли в данном случае а понимаете такая штука вот а как о себе заявлять это вот как продвигать там ну грубо говоря а свои свои эх свои интересы вот как продвигать эх вот то что вам там ну грубо говоря то что вам нужно то что вам надо вот как это все делать это 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 вопросы вот это вопросы на которые вам вот нужно еще писать ответ вот понимаете да поэтому вот не на какой-то вот значит борьбе с ним вам нужно сфокусироваться да в первую очередь на своей жалости вот да он болел да ему было плохо вот да Да, он сейчас, значит, переживает непростые времена, это правда, ну вот, но он же не маленький, да, он мужчина, он найдёт способы, да, и справится. А я-то что, я-то, вот, как бы, ну, где, да, я-то куда, я-то как, понимаете, вот, вот на это вам нужно обратить своё внимание, как мне кажется, вот, там ещё, ну, по факту, получается, что из-за выбранного вами вектора поведения сейчас вот такой вот некоторой, да, ну, неопределённости скажут, вот, страдает и ваша дочь, вот, тоже, она тоже страдает, она страдает от неопределённости, она видит, как её, там, мама, допустим, справляется с трудностями, с трудностями, это достаточно болезненно, вот, для неё, вот, поэтому, как бы вам бы вот, той самой заботы, да, которую вы хотите, вот это, вот, ну, вообще, вообще-то, нормальная такая вот потребность в заботе, он бы это заботил, а, себе, ну, искал, то есть, себе учиться её давать, вот, понимаете, как бы, свои интересы проявлять, вот, а, свои потребности, ну, прислушиваться к своим потребностям, вот, и так далее. Вот это, это важно, для вас было бы, как мне кажется, сейчас вот. А муж, ну, муж, муж, да, он, конечно, поступил, вот, так, как поступил, вот, но его поведение, его выбор, выбор, его, его, ну, решение, его поступки, вы на это, как бы, вы на это повлиять не посетил, вот, к сожалению, вот. Поэтому, ну, можно, конечно, можно, от него, ну, продолжать, как бы, требовать, да, можно. Ну, а приведёт откуда и, и, к чему, вот. Такая вот история. А, на этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно, надеюсь, что он дал вам пищу для размышлений. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова